Это 65 дюймов крутизны 4K OLED телевизор LG E7 И посмотрите какой он здоровый Особенно по сравнению со мной Это реально жестко А еще жестко то, что он стоит 160 тысяч гривен Ну или 5600 долларов Круто, да? Что в нем особенного? Он очень тонкий Толщина экрана примерно как у вашего смартфона Согласитесь, впечатляет Но чудес не бывает Даже в премиум сегменте Потому что блок с электроникой Толщиной примерно в ширину смартфона Экран нанесен на стеклянную основу Так что привычных рамок нет Есть только вот такие Но выглядит это все очень круто Из-за того, что кромка экрана прозрачная Подозреваю, что такая конструкция Очень хрупкая Потому что тонкая не значит крепкая Обычно производители OLED телевизоров Заявляют, что они очень-очень легкие Здесь же стекло утяжеляет конструкцию И, признаюсь откровенно, ставить его на подставку было стремновато Подставка добротная, тяжелая, из алюминия Но телевизор на ней все равно предательски шатается Учитывая цену, полный непорядок Так что лучше такие телевизоры вешать на стену Разъемы для крепления есть Экран матрица с Ultra HD разрешением На основе OLED Органических светодиодов Для тех, кто не знает, что это OLED не нуждается в подсветке Они сами светятся, в результате чего мы получаем невероятную яркость Контрастность и, конечно же, шикарные углы обзора Они 180 градусов То есть, если я вот отсюда буду смотреть на изображение Я сейчас вижу его без искажения яркости и цветов Предусмотрены всякие улучшалки качества изображения Например, есть четырехкратный апскейлинг Программно картинка растягивается в более высокое разрешение При помощи всяких хитрых алгоритмов Так, обычный фильм Full HD будет нормально смотреться на Ultra HD экране Еще одна мелочь – это датчик освещенности Он автоматически настраивает параметры яркости и цветовой температуры В зависимости от обстановки Порты и разъемы На торцевой панели CI-слот для декодера USB 3.0 И три порта HDMI Сзади 1 HDMI Пара USB 2.0 Разъемы для антенны и спутникового ТВ Сетевой порт Выходы для оптического аудио Линейный выход И сервисный порт Телевизор получил все три типа тюнеров Для кабельного, цифрового и спутникового вещания В нем есть быстрый Wi-Fi и Bluetooth Так что вы можете, например, подключить сюда беспроводную клавиатуру Также можете управлять телевизором со смартфоном Что очень удобно и я это очень сильно рекомендую А еще можно, например, передавать изображение со смартфона на телевизор И еще кучу-кучу других интересных штук Почему удобнее управлять телевизором со смартфона Ну потому что этот пульт мне не так сильно зашел, как его предыдущие версии Во-первых, он больше и тяжелее И не такой удобный по форме Во-вторых, центральная кнопка не такая отзывчивая, как раньше Да и боковые вот эти вот тоже Ну и плюс Пульт это не смартфон Он не всегда у вас под рукой А смартфон превращается в пульт с помощью одного приложения Естественно, это умный телевизор Работает на операционной системе WebOS 3.5 На данный момент это одна из самых простых и интуитивно понятных операционных систем Это простое главное меню с возможностью настройки под себя Магазин приложений, где есть все необходимое Браузер и приложения, которые работают быстро Это важно Дополнительные возможности платформы Функция Magic Zoom Выбираем участок на экране, нажимаем кнопку Live Zoom на пульте И получаем масштабирование картинки К тому же этот выделенный фрагмент видео даже можно записать в отдельный файл Еще одна очень простая и полезная фишка Это быстрый доступ к приложениям Например, короткое нажатие на цифру на пульте Это какой-то канал А длинное это запуск выбранного вами приложения Например, вот YouTube Оп, все, она уже в быстром доступе Со звуком здесь полный порядок Но в принципе за такие деньги по-другому быть не может Суммарная мощность динамиков 20 ватт Плюс здесь еще стоит тонкий саундбар С поддержкой технологии Dolby Atmos Сейчас я вам включу звук Конечно, качество камера не передаст Но вы хотя бы громкость зацените Это еще в релаксирующем мувике Конечно, красота-то какая Лепота В заключение Наверное, самым большим недостатком этого телевизора будет цена Потому что для рядового пользователя сумма, конечно, баснословная С другой стороны, рядовые пользователи такие телевизоры и не покупают А по меркам OLED-телевизоров это не самая дорогая модель Подписывайтесь на канал, смотрите другие наши видео Всем пока Ну, уточка офигенная Гладкая, блестящая голова Точный, крепкий клюв И перья, которые не мокнут LG до такого еще не смогли дойти Субтитры сделал DimaTorzok